Нагрудники, вышитые сотнями серебряных монет царской чеканки императрицы Екатерины II. Такое сокровище в полном смысле этого слова было найдено в сарае одного из домов в городе Партизанске. Позже выяснилось, что найденные предметы – чувашские национальные женские украшения. Как они попали в Приморье – неизвестно. За многими экспонатами выставки под названием «Клады, сокрытые во времени» стоит тайна, неразгаданная до сих пор. Большинство кладов, которые у нас здесь представлены на выставке, это связано со смутными временами, периода гражданской войны, революции, репрессий 30-х годов, раскулачивания, коллективизации. Именно в эти смутные времена были спрятаны большинство кладов, которые представлены у нас на выставке, и уже выходили на поверхность, их находили уже в 50-е, 60-е, 70-е годы. И именно в этот период времени, уже ближе к концу 20-го века, они попали к нам в музей. Клады находили в подоконниках, стенах, на чердаках. Но есть и более интересные места. Этой находке предшествовала детективная история. В 1986 году мальчишки в поселке Мысовой Шкотовского района нашли на берегу моря бутылку с запиской следующего содержания. Мы, штабс-капитан 2-го драгунского полка Савицкий, ротмистер того же полка, преследуемый красными бандитами, схоронили полковую кассу в сумме 24 762 рублей. В данный момент находимся в окружении. Просим патриотов Отечества, нашедших сокровища, передать их в фонд Великого Освободительного движения. Ниже следовали координаты, где захоронен клад. Искали всем поселкам, но обнаружить так ничего и не удалось. Исследователи заявили, что записка – шутка. Однако через некоторое время рабочие, копая траншею на склоне той самой горы, координаты которой указывались в записке, нашли бутылку с монетами. Был это тот самый клад или другой – по сей день неизвестно. Основные находки – это период 70-80-е годы. Но есть и более поздние поступления. Вот вошли в моду пластиковые окна. Стали удалять надежные подоконники, потому что их содержать труднее, чем пластиковые. Те просто меняются и все. И когда меняли раму, нашли под подоконником записку. Записка уникальная. Вот если вам передать, что она написана была Михаилом Константиновичем Дитерихсом. Человеком, которым назначен был Колчаком для того, чтобы возглавить комиссию по обнаружению останков царской семьи. И Михаил Константинович пишет, что я занимаю 10 тысяч рублей для проведения таких-то работ. Всего на выставке представлено более полутора тысяч предметов, большинство из которых – монеты. Есть вещи, с которыми человек был не в силах расстаться навсегда, но и держать их на виду было небезопасно. В годы репрессий, например, не стоило показывать фотографии, на которых были подвергшиеся преследованию родственники. Также часто приходилось спрятать предметы религиозного характера и многое другое. Как отмечают историки, материальная ценность таких кладов – не самое главное. Важнее другое. В этих тайниках сохранено прошлое, другая эпоха, а зачастую и трагедия человеческой судьбы. Катерина Матвеева, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.